Добрый день. С вами Наталья Кучеренко, психолог. Сегодня мы с вами начнем работать над одной, я думаю, интересной темой для нас с вами. Учимся читать людей. Очень много информации, очень много разных потоков, где рассказывают о том, как нужно правильно стоять, как правильно смотреть, на куда определяться. Вы как менеджеры, для вас очень важно прочитать человека сразу. Вот он заходит, и вы должны просто сразу ему создать какую-то своеобразную картину. И сегодня, завтра, после завтра три дня я попробую вам эту информацию дать с точки зрения практического психолога. Конечно же, буду рекомендовать вам литературу, конечно же, буду давать вам некоторые аспекты, чтобы вы могли почитать, но, зная нас волшебников, какие мы все линькяре, и когда я вам рассказываю, возьмите книжку такую-то, 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 в лучшем случае вы ее откроете, по диагонали просмотрите, и сказали, все хорошо, все нормально. Поэтому я решила все-таки дополнить предыдущие лекции, которые мы с вами уже знаем, если нет, то посмотрите на меня в ютюбе, психолог Наталья Кутеренко, 20 лекций конкретно практической психологии. Сегодня я буду их дополнять более новыми, современными и свежими информациями. Итак, учимся читать людей. В первую очередь, я, конечно же, сейчас эту лекцию дам в разрезе «Психология общения». Почему? Потому что все-таки общение – это основное наше взаимодействие между собой. Ребенок рождается, он уже общается с мамой. Когда вырастает, он общается в школе. Когда вырастает, он общается в институте. Мы сейчас с вами находимся в постоянном взаимодействии, постоянном общении. Хочу вам задать вопрос, что такое общение? Да, проходите, пожалуйста. Общение. В первую очередь, это совместная деятельность. Мы напомним это себе друг другу. Мы это будем обсуждать двоим. Взаимодействие, совместная деятельность. Конечно же, это обмен информацией. Обмен информацией, как это называется? Коммуникацией. Чтобы вы понимали разницу между общением и коммуникацией, она существенна. Коммуникация входит в состав общения. И третий момент – это, конечно же, перцепция. Волшебная перцепция. Волшебная психологическая терминология, которая всего лишь навсего означает понимание других людей и, возможно, взаимодействие. Понимание, сопричастие. Итак, будем рассматривать мы, чаще всего, информационное и перцептивное взаимодействие. Какие умные слова. А теперь по-русски. Учимся договариваться. Вот вы, менеджер, вы стоите на своем рабочем месте, и вам нужно что? Допустим, начнем самый примитивный вариант – продать какую-то продукцию. Пусть, скажем так, друзья. К вам заходят люди. Что вы в первую очередь замечаете? Вы же с ними не идете сразу на контакт. Здравствуйте, заходите, а вот что вам помочь? Вот самое глобальное. Завтра мы об этом будем говорить. Вербальные ошибки. Когда сразу вам помочь, человек автоматически сразу говорит – нет. Потому что люди не нуждаются в помощи. Они могут нуждаться в подсказках поддержки, но не в помощи, но об этом завтра. Сегодня мы поговорим с вами о общении. Мы с вами знаем, есть вербальное, да? Вербальное – это словесное общение. А завтра поговорим, какие техники, как мы влияем друг на друга, сказав странные слова. Но сейчас вот для начала, для закрутки я вам скажу. Посмотрите, вербальное общение – ты хороший мальчик, но ты получил двойку. И ты получил двойку, ты хороший мальчик. Я сказала одну и ту же фразу, только по-другому. Вот это и есть манипуляция, вербальная манипуляция людьми. Как мы ставим предложения, куда мы их переносим, что первое, что последнее, на что мы делаем наголос, да? И так далее. Завтра мы об этом поговорим подробнее. Сегодня мы с вами поговорим о невербальном общении. Невербальное общение. Я буду на этом сегодня наглошивать, да? Усиливать ваше внимание. Потому что все-таки, как бы там ни было, 80% мы общаемся невербально. То есть, когда вы видите первый раз человека, вы же не говорите с ним сразу. А что? Вы сначала его сканируете. Вы сначала его начинаете сканировать и, знаете, продумывать, что и как делать. Итак, в первую очередь мы обращаем внимание на физиогномику, на лицо. Одежду пока мы не берем во внимание, хотя я говорю, что встречают по одежке. Это уже немножко не так. Потому что, например, вот эта вещь может сколько стоить? И 500 гривен, и 5000 гривен, и 500 долларов, да? Сейчас трудно оценить стоимость одежки. Сейчас трудно оценить стоимость сумки, потому что красивая сумка стоит всего 250 гривен. Она на уровне крокодилевые, которые стоят 5000 долларов и так далее. То есть одежка на сегодняшний день работает, но немножко в другом понятии. Все-таки изначально мы определяем по форме лица головы, то есть аккуратность прически, да? Мы определяем по культуре рук и по обуви и сумке в первую очередь. Потом уже дальше варианты одежды уже идут уже как дополнение, да? Если мы на себя нацепили все бриллианты, которые у нас есть, и все золото, это не значит, что мы богатый человек. И, кстати, раз это мощнейшая манипуляция над тем, когда человек на себя одевает золото, значит, скорее всего, у него большие проблемы. И он не знает, как это все решить. Невербальное общение. Начнем с физиономики. Не буду давать базовые, не буду давать много информации, потому что ее достаточно, и я вам дал раздаточный материал. Кто опоздал, потом позже заберете. Я вам доказал то, чего сейчас мало кто знает. Есть великолепная книжка по физиономике, называется «Мудрость твоего лица». Ханнер, я не помню ее имени, это американка, называется «Книга «Мудрость твоего лица». Я вам очень советую эту книгу привести, она небольшая, но великолепно работает. «Мудрость твоего лица» Ханнер. По этой книге она работала 25 лет на Китае и собирала на европейский экипаж, перевела в физиогномику. И вот, смотрите, первую страницу, которую я вам дала. Она однозначно рассказывает о том, что сначала человека можно прочитать по его возрасту и про его психотравмы. Что такое психотравма? Когда человек приходит к вам на работу или приходит к вам общаться, и вы чувствуете, что у него замедленная речь, что он стеснительный, что он какой-то зажимающийся, обратите внимание на его уши, если есть такая невозможность. У женщин сложнее, у мужчин проще. По ушам можно определить конкретно описанные зоны, и если есть нарушения просто формы уха, зажатые, выпуклые, знаете, как откусанные бывают вот такие вот кусочки вот здесь вот на ухе, это значит в это время, в этом промежутке детского воспитания у ребенка была мощнейшая психотравма. И можно элементарно и очень быстро. Вы так можете поработать со своими близкими, друзьями, соседями. Если вы замечаете даже утонение в области верха уха, это для того, что у человека была какая-то психотравма, и это можно обсудить. Чаще всего боимся мы или затронуть эту тему, но есть моменты, которые по физиогномике определяют эту систему. И дальше очень интересный второй рисунок, вторая картинка, когда Ханнер рассказывает, что по лицу можно вообще дать характеристику возраста человека. При самом ухоженном лице, при самом неухоженном лице однозначно возраст сказывается. И посмотрите, пожалуйста, если уши определяют психотравмы и жизненные циклы до 12 лет, то дальше область лба, вот которая начинается волосинистый покров и сам лоб, это у нас сколько там написано, 13-19 лет, да? Центр лба это 20 лет. Дальше там, что там идет у нас, область бровей это 30 лет. Если есть морщины, складки, трещинки, шрамы, уже можно определить, что в дальнейшем, даже если шрамы где-то на подбородке, по разным причинам бывает, да? В дальнейшем, возможно, этот шрам на подбородке, видите, у человека может быть проблема какая-то в 60 лет. Вот Ханнер пишет об этом очень интересно. Я вам специально отдала эту вырызочку, что вы могли обратить на это внимание. Это интересно. Вы можете, знаете, придя в гости и сказать, слушай, у тебя вот здесь вот, у тебя в 55 лет, вот тут вот в этой области, стоит ямочка такая вот, аж трещинка. Что у тебя случилось в 55 лет? Он говорит, слушай, у меня в 55 лет там боебылся мука. Вот для человека это чаще очень большая травма. Можно просто, знаете, быть таким ясновидящим, так своеобразно. Хотя это всего лишь навсего психология знаменитой. Но, кроме того, что я вам дала, там дальше вы видите распечатки, я не буду на этом остановиться. Есть еще и пару важных вещей. Нужно обязательно обращать внимание на цвет волос, цвет глаз и плотность кожи. Считается, что чем жестче волосы и чем плотнее кожа, значит, плотная такая крепкая, натянутая кожа, тем человек жестче в отношениях с другими людьми. Даже где там есть подсказочка на этом. Это физически активный и жесткий человек. Они прямолинейные, они категоричные и так далее. И наоборот, если вы знаете, волосы, перышки, тонкая, тонкая, тонкая кожа. Это, наоборот, человек очень мягкий, очень поддающийся влиянию других людей. Чаще всего получается средняя плотность кожи. Чем светлее глаза, кстати, тем человек более внушаемый. Чем темнее глаза, тем человек менее внушаемый. Это пока психология. Жизнь бывает по-разному. Мы об этом поговорим дальше, потому что вы с вами, помните, проходили тест на определение темпераментов. Вот холерики-сангвиники, их трудно достать. И они обычно темноволосые, или сероглазые, или темноглазые. Они обычно, редко бывает очень утонченная кожа у холериков и сангвиников. Обычно это пробивающиеся, такие сильные, крепкие, ухватился бы и побежал. Вот меланхолики, они чаще всего светловолосые и тонкокожие. Но опять-таки, я еще раз повторяюсь, и сто раз буду повторяться. Психология – это наука не математическая. То есть каждый человек уникальный и индивидуален. Но все-таки есть какая-то общая схема, про которую мы с вами сегодня поговорим. Следующий момент. Конечно же, цвет волос, цвет кожи, плотность кожи и плотность волос работают. Дальше. Смотрим на лица. Лица бывают квадратные, овальные и треугольные, еще и круглые. Я могу сказать так. Процентов 60 население все-таки имеет овальные лица. Но более плотный овал или более вытянутый овал? Чем плотнее овал, тем он ближе к квадрату. Квадрат – это однозначно. Это однозначно человек. Записывайте так. Это однозначно человек, жесткий, категоричный, невнушаемый и принимающий решения для себя правильнее. Что здесь очень интересный момент? Важно обратить внимание на челюсть нижнюю. Вот у нас есть ярко выраженные челюсти нижние. Вот эти такие почти квадратные. Вот это вот ближайшее. Это говорит о том, что человек очень жесткий в принятии решения, прямолинейный, целеустремленный, и он урвет по-любому. Понимаете? Если вот такая узенькая личка. Вот такой, знаете, прямо как у Ленина. Вот. Это значит, человек мыслитель. Он имеет тут массу мыслей, но он не может удержать свои идеи. Вот квадратные лица – это, знаете, называется бурдушья-хватка. Это люди, которые увидели, захватили, и попробуйте вырвать в них эту идею. Они пока ее не совершат, и не довершат до конца, они не решатся. Именно что другое. Итак, квадратный подвороток – это очень важно. Вот именно вот эти вот места квадратные. Женский подвороток, вот как у меня, да? Он немножко овальненький, мягенький, аккуратненький. Но все-таки у меня хоть и овал лица есть, но все-таки и мягкий подвороток, но он такой немножко приподнятый. Значит, все-таки жесткость у меня есть. Да? Вот нет такого среза, как бывает, прямо скошенность. Сейчас мы по профилю немножко поговорим с вами. Итак, квадрат, жесткость. Что еще тут интересно? Скулы. Когда квадратное лицо, вот, и еще со скулами, то тут еще добавляется… Сейчас я сразу посмотрю, я себе выписала. Очень интересный вариант. Скулы – это люди перемен, люди просторов, люди очень разнообразные в своем восприятии мира, люди, которые принимают новизну и ее используют. Это люди-рационалы, это люди, которые любят жизнь и любят ее… с ними очень классно работать, потому что они просто бомба. Вот эта вот, знаете, вот ярко выраженная верхняя часть щупок, прям вот это и называется вот скулы. Вот человек, получается, что он нравится все новое, все оригинальное, и они всегда являются новаторами идеи. Притом ко всему же, большие скулы говорят о том, что они целеустремленные и хваткие. И если у нас квадрат еще и скулы, вот так вот, сразу можно… Даже и блондинка, даже и светлые глаза. Мы обращаем все-таки внимание на квадрат лица. Если очень круглое лицо, редко встречается оно все-таки, встречается, Это значит ребенок. Это называется выражение лица ребенка. Это ребенок, который никогда не будет принимать ответственность на себя, который никогда не будет решать что-то категоричное, который всегда будет в состоянии жертвы. Он будет всегда рассказывать, я так не могу, я больше не могу, я бедненький, я несчастненький, вот я проболела, как теперь я буду нагонять все это и так далее. Круглое лицо, вы понимаете, что вы когда начинаете его пересекать, вот тут квадрат явно выраженный, вот овал все равно же видно, да, а тут совершенно круглое лицо. Почему он называется лицо ребенка? Потому что только у детей бывает круглое лицо, потом со временем он начинает преобладать определенный фон. Есть такое имя. Очень интересны треугольники так называемые. Я бы сказала, что если бы эти два треугольника соединить вместе, то это был бы шикарный квадрат. Почему? Потому что треугольник вот перевернутый, это человек мыслитель, это человек оригинального мышления, это человек, мы сегодня будем рассматривать энергетику, это человек, который работает на уровне интуиции, который работает на уровне информационного потока, который работает головой, который не заземленный. Он вечно там в фантазиях, он вечно поит. И когда мы говорим, слушай, да, опустись ты на землю, он не может спать, у него какие-то проблемы, он с вами смех надумывает, он живет этими проблемами, он создает проблемы для всех окружающих. Как ты подумал? Боже мой, я так подумала, и все лучше, это оно, это оно. Знаете, еще говорят, что это женщины. Нет, это иногда связано с большой формой верхней части головы. Вот этот вариант, когда нижняя часть челюсти, нижняя часть больше, чем верхняя, вроде бы и челюсти большие, да, но все равно узкая голова, то предполагаю, что это люди по натуре скупердяи. Они жадные. Они живут только для себя. Вот я вот нашла интересную информацию о том, что это люди-стяжатели, живут сегодняшним днем, и они рыцарью удачи. Получится, не получится, это уже как оно будет. Но я видела в своей жизни, я встречала пару раз людей с ярко выраженной, знаете, вот грушевидной головой. Вы знаете, фантастика. Человек, ну, понятно, что такое впечатление, что с умом у него действительно проблема. Хотя красивый, здоровый мужик работал помощником начальника ЖЭКа. Это же значит, что он не был без, да? Но он был шикарным исполнителем. Хватка великолепная. Ему цель дали. Умный. Дает цель, это то хватил и погнал. Да-да-да, бывает вот такое. Редко, но все-таки встречается. Поэтому я говорю, обращайте внимание на овал лица. В классике овальное лицо, это значит гармоничность во всем. И опять-таки, овал более плоский, ближе к квадрату, значит, что гармоничный, но все-таки может быть жестким, принимающим решение, быть действенным и так далее. Овал ближе к круглому, это значит, что все-таки мягкий, уступчивый, его можно добить и пробить. Понятно, да? Еще два слова о профиле. Мы посмотрели, да, на меня посмотрели, сразу меня описали. Маленький подборозочек, но немножко хватки. Вроде бы она не держит идею, да? Но хороший рациональный ум, хороший прямой овал. Дальше мы поговорим два слова еще о мимиках и о жестах сейчас, после физиономики. А теперь смотрим профи. Самый идеальный вариант, психологи однозначно уже утверждают, что в профиле у человека есть три зоны. Поэтому, когда мы рассматриваем человека в анфасе, это мы понимаем, если квадратное лицо с жесткой классностью, человек будет работать, у него идея великолепная. А теперь профиль. По-любому, может, мы как-то поворачиваем голову, да? По-любому мы определяемся. Так вот, верхняя, это наша, это наша, как она называется, не информация, интеллект, господи, конечно же. Это интеллектуальная зона, зона ума. Поэтому, когда прямой лоб, я это вам информационных сервисов оставила, да? Когда прямой лоб, человек считается классический, разумный, соображающийся. Когда очень высокий лоб, это уже осторожно настораживает. В классике высокий прямой лоб, это интеллектуальный человек, работающий мыслями мозгами. Мы же прекрасно понимаем, что сидя в офисе, одних мозгов мало. Вторая зона эмоциональная. Эмоции. Эмоции. Наши страсти, наша любовь, наше принятие неприятий. В интеллектуальной зоне есть одна маленькая тонкость, бровные дуги надбровные. Обратите внимание, это редко встречается, но надбровные дуги, ярко выраженные, такие, знаете, какой обезьянный, такие, конкретно, да? Это называется, я их называю салдафонами. Это руки закона, порядка, структуры, четкости. Девять спать, в пять подъем, в шесть зарядка, в семь тридцать завтрак, в семь сорок пять секс, в семь пятьдесят работа. Да, обращая внимание, на все-таки гладкий лоб, человек более гладкий, более ярко выраженные складки на лбу, это пошла вот такая структурированность. Эмоции, наши страсти, конечно, здесь так называемая ярко выраженная зона такая, это нос и верхняя губа, нос и верхняя губа, глаза, конечно. Про глаза и брови мы с вами поговорим сейчас, после следующей темы, это мимика и жесты, поговорим, как микро-мимика, как можно читать человека. Нос. Если нос впал или нос выпуклый, это все решает однозначно. Считается, что чем прямее нос, тем человек более прямолинейный, гармоничный. Вот помню, практически нос считается идеальным вариантом лица, да. Это классика считается. Я вам сейчас нарисовала немножко такой, знаете, грузинский почти нос. Горбинка на носу и вот эти вот, я вот видела нос, вот конкретно вот такой. Говорит о жесткости характера человека. Вот такой вот, знаете, не конкретный вот этот шлобель такой. Там эмоции, там страсти. Кстати, чем больше нос, тем больше страстей и эмоций. Чем меньше нос, тем меньше этого, тем человек более такой детский. Горбинка вот это говорит о том, что человек работает сам индивидуально, ему очень тяжело работать в команде. Он великолепный лидер, начальник, администратор. А если мы включаем еще папиро да конфас, вот так картинка читается. Очень симпатичные люди, которые читаются, у которых нос вот такой. Вот на них обращайте внимание. Знаете, когда нет партической перегородки, прямо сюда можно мячик положить. Да, визуально? Видите, у вас здесь никого такого нет, расслабьтесь. Это редко встречается, но это встречается. Это называется нос ребенка, нос я хочу. Мне нужно ничего делать, вот этим я все буду. То есть человек нерациональный, он немыслитель, у него нет жесткости планирования. Это вечный плачущий пеленок. Это вечные эмоции, страсти, переживания. Притом я не хуйнула, я нахуйнула и все, но в душе не буду ничего. Обращаю внимание, притом я очень интересно видела. Вот сейчас будете ехать, смотрите, обращайте внимание, я собираю на молодых. Видела одну пару. Мама с папой и с ребенком едут по электричке. Мама конкретно, с красивым носом таким прямым, красивые, ярко выраженные, большие глаза, большие глаза горят, акумка зори человека. Ярко выраженные, хорошо поставленные прямо глаза с расстояния между глаз, с величиной глаза. Расстояние между глаз, с величиной глаз, это считается классика, гармония лица. И она такая, видно даже, почему вы сами говорите, о фактуре внешности. И папа вот с таким вот носом, вот с таким, вот с таким. Ну вообще, понимаете? Еще и курносенький. Курносый что она говорит? Курносый говорит в том, что человек такой игривый, якобы, да? Любит юмор и так далее. Но тут был конкретный ребенок, притом папа ребенок и мальчику было годика три. И вот мама их посадила так под стеночку, и говорит, так, сиди. А папа так все, так, вот так, и все, и сиди. Поезд тронется в электричке, смотрю, мама такая, шлиф, так, это надо сделать. Притом вижу, она прямо считает, что нужно это сделать, пока приедем. Она уже пока едет, она уже считает, что нужно сделать это время. А он, мам, мам, пиво несут, я хочу пиво. Но мужику 30 лет, примерно так, 25, я думаю, господи, это интересно. И когда я увидела профиль, я поняла, что это вечно ребенок по жизни. Вот, я что, она, вечный лидер, который будет командовать, руководить красивое квадратное лицо, красивые открытые глаза, прямой немножко с гробинкой нос. Вот это вот оно, читается великолепно. Конечно же, верхняя и нижняя губа. Если это эмоциональная зона, то последняя зона витальная. Витал, желание, желание. Чем больше нижняя часть лица, тем у человека больше желание. Вспомнишь Шафутинского? Вот такое вот, конкретно. Считается, что вот эта витальная часть развита, значит, у человека очень много желаний в этой жизни. Он заземленный. И вот теперь я почему это вам говорю. Обращайте внимание на разность величины зон. Если зона витальная маленькая, да, вот берем, да, соотношение даже, берем моего лица. Вот середина глаз, да, вот оно приблизительно величина. Вот середина, вот лоб у меня как раз заканчивается. И вот витальная часть. У меня она меньше, чем эмоциональная. Самая большая у меня эмоциональная часть, да. То есть я страстно эмоциональный, ну я холерик, я овна. Я же должна всех достать, я же должна всех спасать в этой жизни. Поэтому это нормально, когда гармоничное лицо в классике так. Все три части должны быть равными. Бывает так, что вот эта часть совсем маленькая, когда глаза со ртом, понимаешь, ну вот так, вот так, понимаете, вот тут вот так, вот тут вот так. Это значит, что человек витальный, он весь в желаниях, потребностях, живет в этом. В дополнение к виталу, конечно же, нижняя губа и двойной подбородок. Это утяжеление желаний. Двойной подбородок, поверьте мне, он не просто то, что мы много едим. Я ем немало, но подбородка двойного у меня нет, и вероятно, он когда-нибудь у меня вырастет. Потому что я не живу желаниями своими, я живу совсем другими, я больше живу эмоциями и интеллектом. Мне интересна новая программа, мне интересно все это показывать и представлять. Вот. А теперь о губах, два слова. От губах. Все сегодняшние имиджмейкеры говорят, когда выступает человек на аудиторию, есть две точки на его лице, которые очень важны. Первая точка это брови, вторая точка это губы. Это две точки самые главные, они самые ярко выраженные. Брови, они всегда эмоциональны, сейчас мы об этом переговорим. И губы всегда этим действуем. И считается, что красивые губы, красивый рот, это красивое душесоставление, состояние человека. Да? Особенно, когда тут банк такой. Знаете, это вообще пубочка. То есть, считаем, ну тут еще второй вариант. Помним, верхняя губа тоньше, нижняя губа тоньше. Что это значит? Вот, я помню про двух обезьян, которые говорят, тебе вот это вот это вот это вот это вот это вот. Вот, чем больше губа верхняя, чем больше губа, и тем человек страстнее в сексуальном плане, в эмоциональном. А если больше нижняя губа, у человека больше страстей по желанию. Вот, я конфетку не дал. Обратите на это, это очень интересно, это жизнь. Итак, два слова, повторяю, делаю выводы. По физиогномике. Начинаться все остальное вы можете, это уже несложно. Ноздри отвечают за деньги, за жесткость. Когда вы видите человека с такими вот ноздрями бешеными, знаете, как бы такими? Это означает, что человек, знаете, как берет быка за рога, только не знает, куда с этим быком дальше идти. Но если у него квадратное лицо, тогда он очень хорошо знает. Он тогда быка берет как надо, срезает на него сверху и несется. Если у ноздри, то там они пустенькие, и ноздрей почти нет, это значит, что человек очень закрытый и замкнутый. Но у ноздри еще говорят о энергетике денег. Считается, что у кого хорошие ноздри, длинные, прямые, значит, он легко берет энергию денег и отдалет. А у кого маленький, что и палец на глазе, тот хорошо берет, но никак не хочет отдавать энергию денег. Я уже не говорю про нос с картошкой, я уже не говорю про расстояние между глазами. Вот, кстати, высокопоставленные брови, низкопоставленные брови, это опять-таки, это коммуникации. С высокопоставленными бровями, вот Ханнер очень хорошо описывает это. Люди с высокопоставленными бровями, над веками, да, открытыми, вот, это люди, которые нуждаются в общении, и они постоянно в этом находятся. И так далее, и так далее. Читайте физиономик, это очень интересно. Итак, итог. Первое впечатление. Мы смотрим на светлые волосы, цвет лица, обязательно смотрим на нижнюю часть челюсти, смотрим на скулы и обращаем внимание на анфас. Потом чуть-чуть профиль. Какой нос, да, и какие зоны работают. И последний штрих. Уши. Вы никогда не обращали внимания на расположение уха по отношению к носу, там, допустим, или глазу. А вот теперь, с сегодняшнего дня, вы обращаете на это внимание. Потому что, когда ухо в классике, в классике ухо находится вот в эмоциональной зоне. В классике. Да? Берем меня, да, берем линеечку, видите? У меня классически ухо находится в эмоциональной зоне. У мужчин очень часто они переходят на зону интеллекта. Это значит, что люди очень мудрые, очень умные и очень, может быть, а есть еще и большая добра, зацикленные на своем информационном потоке. Но бывает, что уши вообще находятся вот здесь. Вот прям вот здесь. Вот конкретно. Ну что, прям, чебурашки, наверное, нет. Так я вот нашла интересную вещь. Я как-то раньше не думала об этом. Оказывается, наличие уха, ухо внизу, это люди, которые постоянно находятся, это идеалисты. Это они вечно витают в облаках, стремятся к благопородным поступкам. Их движет это самое. Но это, в принципе, люди ближе к виталу. Они хотят спасти человечество. Чтобы потом она его отблагодарила, не забыла. Понимаешь, да? В классике 80% людей все-таки классическое ухо находится сверху. Я уже не говорю про уши, которые завернуты или которые отвернуты. Считается, что у дипломатов, у людей, которые умеют договариваться, нижняя часть открыта, а верхняя прижата. А вот те, которые семьянины, у них уши сварены. Вот вы обращали внимание, мочка ушей бывает оторвана, а бывает приваренная. Так вот, называются люди, которые ценят семью, и иногда слишком ценят, превращаются в таких, знаете, домашних деспотов маленьких. Так у них вообще сваливается муха. Физиограмма это потрясающая весь. Итак, первый кусочек физиограмма. Вторая часть. Поехали. Интересно, правда? Получили. Я просто, понимаете, я когда в это все влезла, я поняла, что я теперь без этого просто не могу. Я нахожу интересные книги. Я нашла всякие такие книги интересные. В 90-х году. Чем старее книга, тем она интересна. А вот теперь мы с вами, дорогие мои, поговорим о невербалке конкретно. Опять-таки много говорить не буду. Безумное количество информации о том, как мы с вами можем... Ален Пиз, помним, да, великолепный американский психолог Ален Пиз. Он дает безумное количество информации о нашем невербальном, о нашем невербальном общении. Мы с вами напомним, что невербалка это, конечно, жесты и мимика. Жесты и мимика. И мы сейчас об этом поговорим. Буквально пару слов. Уже сегодня политики, наверное, у каждого политика есть свой домашний психолог. У меня такое впечатление. Я уже не говорю про там официального. Кстати, у меня когда-то были предложения. Предлагали мне эти там слуги народов, чтобы я была у них на вашем психологу. Я говорю, вы знаете, нет. Я хочу еще жить пока еще в этом мире. Что это значит? Посмотрите, я официальный человек, да. Сейчас мы работаем с вами на какую-то интересную новую программу. Что бы я делала, если бы я старела бы вот в позе без жестов? Я начну вам рассказывать. Итак, психология это прекрасная наука, которая должна вам помогать разобраться в личностях. Мы сейчас с вами разберем физиогномику. Поэтому открывайте учебники и записывайте. Страница номер такая, это книга номер такая, это работайте над собой и рассматривайте. Я понимаю, что через пять минут вы бы сначала послушали, потом не поняли, что происходит. Потом стали бы с закрытыми глазами, медленно-медленно таять. Жесты и мимика это единство. Но есть понятие мимики сейчас сначала с милочкой. Мимика это работа лица. Есть понятие микро-мимики и макро-мимики. Вот именно по микро-мимике определяется отношение еще как вам. Две зоны, которые отвечают за мимику, это рот и глаза с бровями. Иногда рот мы можем просто контролировать, а вот с бровями и глазами нам очень сложно контролировать. Когда в человеке с человеком вдруг у него микро-мимика раз, и бровка приподнялась так вот и раз, так вот мгновением каким-то. Это оказывается, что такое приподнятая бровь? Что ты такое говоришь? Или так, или вот, а вот это вот удивление, ну это макро-мимика, аааа, боже мой. А если вот так вот, знаете, мгновение, это микро-мимика, но это работает. Или вот это вот состояние, да, макро-мимика, это я возмущен, что это такое? Вот на другой сразу макро-мимика. То есть где-то там я контролирую свое лицо, но микро-мимика срабатывает. Да, или там, допустим, когда это печальник, почему я не любит, кидала. Макро-мимика, это бровки вверх и губки тоже начинают, ну, и печалимся. То есть лицо работает в основном брови и в основном губы. Обращаем на это внимание. Учимся, посмотрите, психология лжи. Как он называется? Пэкман, да? Я вам дам контролирую. Есть просто книжка, которая конкретно дает 7 основных макро-мимики, которые работают у нас. Это гнев, это страх, да, это там интерес и так далее, и так далее. Не буду останавливаться. Но все равно, когда мы общаемся, у нас все равно работают какие-то кусочки лица. Обратите внимание, правая часть лица, правая часть лица, есть. Это у нас левая, это у нас правая. Правая часть лица отвечает за социальное, за то, как мы живем в социуме. За нашу общественную позицию, за наши общественные взаимодействия. А левая часть отвечает за наши личные качества. За наше личное, за наше, знаете, незаберное, за наше то, чего нет в этом мире, когда мы можем это все скрывать. Когда-то вы слышали, наверное, такую фразу, что есть люди, у которых один у нас больше другого. Так вот, обратите внимание, если левый глаз больше правого, это значит, что человек погружен в себя. Он очень за собой наблюдает, следит и контролирует себя. Если правый глаз более выражен, это называется асимметрия лица. И это однозначно работает на некоторые моменты лжи, теории лжи. Давайте поговорим. А правая часть, это если больше глазик, чем левый, это 100%, что человек все наблюдает за окружающими. Это все туда же. Итак, обращаем внимание. Бывает даже, я видела лица, когда одна часть губок рта приподнятая, а вторая прямая или опущенная. Даже такое бывает. Это опять-таки, я приподнятый, я себя люблю, я радуюсь себе, но когда я выхожу на улицу, я очень серьезно и ответственный. Это все микромимика, которая работает просто уникально. Что еще по мимике? Могут работать глаза. Чаще всего только глаза. Это улыбка. Завтра будем говорить про улыбку Амана. Так вот, улыбка искренняя, это когда идут маленькие вот эти вот, да, пусть такие вот лапки, да, вот это вот, я смеюсь, да, и вот я смеюсь. Разницу видите, да? На глазах сразу видно, глаза только показывают, насколько вы откровенны, насколько вы искренне смеетесь. Все остальное работает лоб. Вот наше, кстати, можете обратить внимание, когда у человека очень много морщин на лбу, это значит, очень эмоционально показывает свою макромимику. Вот считывать можно Пол Экман, я вспомнила, Пол Экман, психология лжения. Великолепная книга, великолепно, очень доступно и очень хороший русский перевод. Жесты, с жестами буквально два слова, потрясающая вещь. Слава Богу, что наши уже сегодня, хотя это не слава Богу, это не очень хорошо, мы, когда наблюдаем за людьми, обязательно обращаем внимание на их жесты. Жесты это руки. Вот сидит человек, автоматически, автоматически, вот оно, вот оно пошло, да, я уже вижу, да? Умный психолог скажет, ему не нравится, что я говорю, он уже даже рот себе закрывает, да, кулаком шор, ты такое ляпаешь. А грамотный психолог говорит, по-моему, интересно, ну, не знаю, куда свою руку деть, или вот так подставить, но считается в психологии, что если вот так, это скучно. Это не скучно, когда вот так вот, это может быть даже наоборот, мне нужно, чтобы голова моя не падала, мне нужно вот в эту точку одну смотреть, потому что это интересно. Никогда не считывайте жесты, как написано по книжкам, потому что никогда жестикуляция не работает в одном понятии. Вот считается, что жест рук скрещенных, это какая? Закрытость. Вы считаете, я сейчас закрыто. Да я в кайфе! Я в кайфе! Вот это вот, вот это закрытость. Что тут происходит? Мимика лица и поза тела. Кайф расслуженный, да, еще ножки за ножку, да еще выебочка, да еще и бровку подняли. То есть никогда не работает чисто одна жестикуляция, всегда дополнение ее в мимиклике и позе тела. Вот поэтому поза тела, обращайте внимание, как человек наклонен. Если он по мне ножкой вперед, значит он вас заинтересован. Если он стоит прямо, ну я начальник, что тут поделаешь, да, или просто он вас изучает. А если вы тут вот этот вариант, господи, и что ты тут не выводишь? Смотрим на позу тела, это всегда интересно. Человеку чаще всего, когда он к вам стремится и ему интересно, он чуть-чуть к вам либо наклонен, либо делает шаг к вам. Это значит ему с вами интересно. Это закон. Это все делается на подсознание, сознательно мы это можем контролировать. Но все равно хоть немножко, хоть немножко. Даже расположение головы, да, либо голова вверх, звезда пришла, все сели, да, либо голова вниз с бычьими такими, значит, что вы говорите такое, я начальник пришел проверять вас. Даже просто расположение головы уже работает о вашем взаимоотношении. Это все относится к жестам и к мимике. Даже если у вас такое спокойное лицо, кстати, очень классная техника, психотехника это очки. Особенно с легким таким, знаете, затемнением, когда не видно глаз, потому что по увеличению зрачков глаз можно быть комфортно человеку с вами или нет. Считается в классике, если чуть-чуть зрачки расширены, значит, ему с вами комфортно, ему с вами интересно, он скажет вам да. Или под воздействием чего-то? А? Или под воздействием чего-то? Ну, это же сразу же определяется, кроме зрачков, что происходит? Я сейчас приду. Да, вот это вот оно. Мы же смотрим, конечно, жестикуляцию, конечно, мимику и подвижность, потому что это все включается. Вот, дальше. Что еще про жесты? Считается, что нельзя общественным людям в классике держать жесты руки возле лица. Потому что все, что связано с цартом, или вот так, или вот так, или вот так, или вот так, да, или вот так. Это все я чувствую, да, или вот этот вариант. Но это я думаю, вот это вот я думаю. Это не рот, это подбородок, я думаю. Что же мы тебе сказали? Вот когда подбородок тебе, ребят, это переживают. Но когда начинается за губами, все, помню детский вариант? Что я сказал? Вот это вот оно. У нас это остается взрослость, и мы уже так не делаем. Но мы делаем что-то вот типа вот такого вот. Да, умная выраженная лица. И так далее. Нос это наш инструмент, когда мы чувствуем обман. Об этом поговорим завтра и подробнее. Потому что любое чесание носа, это я чувствую, что что ты кажешь на это. Особенно детки, которые... Нос имеет окончание, вот рецепторы на кончике носа, они дают импульс мозга об лже информации, и сразу идет реакция к носу. Если мы начинаем перебить нос, это значит, что мы думаем. Притом это мы делаем однозначно, не думая. Раз к носу подошли, это не значит, что у меня сейчас нос чешется от мела, да? Допустим. А если бытовая тема, то могут быть интересные последствия. Или кратом или драком. Да. Есть еще интересные позы, про которые я видела Юлию Тимошенко одну фотографию, и я от нее в шоке. Вот. Когда она делала приблизительно вот так. Да. Ну, считается теоретически, что вот пальчиком неудобно показывать, да? Так лучше пальчиком показывать, чем другим пальчиком показывать, понимаете? Вот. Как ни странно, на подсознание это все включается. Это потрясающе. Обречите внимание на руки, особенно непрофессионалам. Профессионалы, если вы сейчас заметили, у них правая рука работает, а левая всегда в состоянии покоя. Обратите внимание, когда выступает Порошенко, когда выступает в политике мужчины, у них левая рука никогда не работает. Либо она в кармане, либо она просто прижата к телу. На самом деле, левая рука говорит о ваших истинных эмоциях. А правая рука говорит о контролируемых эмоциях. Поэтому левая рука всегда должна, потому что она может невольно, против правой руки показать не то, что надо. Вот его почесать. Тут мы умные, а тут я сразу показываю. Боже мой, что ж ты такое ляпаешь, да? Или что-то там произойдет. Левая рука всегда говорит о наших истинных эмоциях, потому что включается правая полушария. Мы с вами знаем, да? Левая часть тела отвечает правая полушария, правая полушария, страсти, эмоции, не контролируемые. Поэтому левая рука обычно пришивается в сегодняшний день в политике. Следующий момент. Конечно же, завтра поговорим про психологию лжи и обману. Но сейчас я хочу сказать. Все, что находится возле шеи, холосток, почесывание. У женщин вот эта вот есть такая штучка прикольная, да? Почесывать шею, крутить сережку. Это называется «Я вру». Ну, ты знаешь, я сегодня должна была пойти в театр, но вдруг я заболела, и пришлось просто посидеть на работе. Мужчина-дреет, запомните, сережка. И она при этом что-то говорит. Подумайте, так ли это на самом деле. Всегда все, что возле шеи, опять-таки, нос, гортань. Когда человек придумывает, у него начинается першение в горле. Завтра будем с вами конкретнее говорить, да? Там, допустим, быстрая подготовка. Вот когда ты же хребу дал. Ты вроде сделал дал. Сто процентов ранее. Заранее придуманный ответ. И когда я еще говорю, он же не так, вот ребенок, он же не так горло, что ты в школе получил. Он не так горло, он не знает, он не знает, он сказал, что маме, что он получил двойку. Но он начинает болеть горло. По психосоматике самое интересное, что оно включается. Когда у ребенка заболевает горло, это сто процентов, ему не дадут высказать его обиды и претензии к жизни. Мы с вами будем рассматривать стрессы. Я вам дам психические зажимы тела. И архиезажимы работают на болевом эффекте по всему телу. А сегодня мы работаем на технике, учимся быстро читать людей. Еще пару моментов насчет жестов. Вот есть жест очень часто. Так, куда деть руки? Самый прямой ответ. Вот человек профессиональный, вот куда делать? Но хорошо, что я на лекции. Я что сейчас, кстати, делаю? Я делаю потрясающую вещь. Я расширяю пространство вокруг себя. Теперь меня много. Понимаете? Когда я стою вот так, солдатик, я вы точно на меня смотрите. А когда я говорю, боже мой, какая красота, ну вы же посмотрите. Или стою на кафедре вот так и перевшись, меня уже в два раза больше. А так у меня уже в три раза больше. А когда сидят мужчины в кресле или на диване, это значит, что вот я вот такой, меня очень много. Вот я вас всех люблю, я всех принимаю. Это очень интересные техники жестикуляции и, опять-таки, влияние взаимодействия с людьми. Последний момент, который я бы хотел еще рассказать насчет мимики и жестов. Конечно же, жестикуляция вся на уровне груди. Это уровни там, я тебя люблю. Но мы сами знаем, что есть изученный этот, да, жест к сердцу приложили. Считается, что, помните вот жест Ленина, когда пальцы были заложены за пиджачок его, да? На самом деле, большой палец отвечает за ее личность. Я крутой. Ну ладно же, поработаем с вами. Так уж и были. Руки за спиной. Считается, что вроде бы, когда руки за спиной или в кармане, то это неправильно. По-разному бывает. Опять-таки, нельзя говорить о том, что категорично это не так. Нет, конечно, когда руки в кармане, когда вы представите перед начальником, то это, понятно, ну, как минимум, некорректно. Мало ли что, может, я там дурю крутите ему, да? По старой привычке. Но когда руки в кармане, я вижу, например, снимаются звезды и так далее, совершенно нормально у них руки в кармане находятся. Это свобода. Но они просто-напросто, им неудобно, чтобы руки висели. Им удобнее, чтобы руки были в кармане. И так далее. Не обращаем на это 100% внимания и категорично не говорим, выми руки из кармана, это неприлично. Уходим от, знаете, норм общества. В жизни это немножко по-другому. Между прочим, очень симпатично, когда мужчина стоит, одна рука в кармане, да, в пиджике, например, красиво. Вот это как-то получается так вот немножко, так это неофициально, да? Чем жестко по постройке. А теперь интересная же поза. Да, его называют позой футболиста. Помним? Да? Так вот я прочитала в одной литературе, я не помню сейчас источник, я найду все-таки, выложу свою информацию. Вот эта поза футболиста, на самом деле, вот все действия в области нашей гениталии говорит о том, что я вас поимею, если вы будете на меня лезть. Я прошу прощения. Смотрите, я себя держу в руках. Кстати, когда вот, да, или так стою, или так стою, или вот так, я себя держу в руках. На самом деле это жест, говорит, что я себя держу в руках. Если вы будете на меня лезть, а пока я себя держу в руках. Это очень интересно. Это как раз вот защита мужчин, вот сейчас очень модно перед, какие как они военные, которые стоят, охранники, да, они все вот стоят в этой позе. Во-первых, это удобно, потому что эта поза заземляет. Моги расставлены широко, да, очень устойчивая поза, и руки вот так. Они в любую секунду готовы напасть. Поэтому вот защита. Я пока себя держу в руках, но я, если вы меня достанете, я вас достану. Вот. Еще один момент, который я хотела еще сказать, по поводу жестов. Это вот наши молодые люди очень любят сидеть в метро, такой распашелкой головы, да, да, по-скорячему там, и звезда спит. Женщины стоят, дети стоят, пап, и молодой человек спит от него глазом только смотрит, все прошли мы были или не прошли. Так вот, опять-таки, считается, что эти люди фамильярно свободные, и они всех могут поиметь, если будут к ним иметь претензии. Вот. Это просто вот такой вот вызов обществу своеобразный. В идеале нужно, конечно, молодого человека было объяснить, что все хорошо, но вы не на пляже, сместили ножки. Вот. Но если это не получается, тогда, да, я сделала один раз такой улыбок. У меня на камеру это будет сказано. Я поставила между ног сумму. Я ему разорвала поле аналитическое. Мы про поле будем сегодня говорить. Он встал выше. Но я так думаю, что он больше вот так вот уже сидит в транспорте не будет. Знаете, а еще и метровые ноги. Вот так вот, на пол сидения. Итак, все вот эти вот фамильярности, они выражаются, возможно, вот в шкепке на затылке, да, возможно, вот это вот четвертое, которые, которые, ну, не заново, на стуле, да, вот садятся, на попа на стуле. Это все, я класс, я мужик, я чувак, у меня все получается великолепно. Но, к сожалению, чаще всего, когда люди так вызывающе ведут себя внешне, скорее всего, у них мощнейшие психотравмы внутри. И они пытаются хоть как-то внешне показать, какая они классная. Скорее всего, у них заниженная самооценка, у них очень много проблем. Но мы возвращаемся к жестной мимике. Всегда обращаем внимание, когда человек непонедвижим и контролирует себя, значит, он совершенно четко и сознательно пытается себя скрыть. Вот, забыл сказать про эту позу, про эту позу, да, сейчас очень модно, когда мне выступают вот этот вот вариант, вот этот вариант, вот этот вариант. В мудрах, почитайте, великолепная информация называется мудрой. Так и называется. Просто открываете интернет и читаете. Мудры это сплетение палец-руб, определенные в определенных техниках, и эти мудры работают на нашу энергетику здоровья, энергетику притягивания и удачи, энергетику, чтобы на вас не напали энергетические вампиры, про которых мы сегодня поговорим. Кстати, считается, что очень мощная мудра защита это вот называется двойной кулак. Как-то там у них по-другому называется. Это я конкретно себя защищаю, чтобы на меня не напали. И когда вот человек вот так вот стоит, он явно себя защищает от нападения вампирического. Скорее всего, там где-то какое-то ситуацию не чувствую, что ему тяжело. Вот он конкретно вот это называется защита. И вот это вот конкретно жест говорит о том, что человек целью устремлен. Он энергетический, энергия на него. но он свою энергию он устремляет туда, куда ему нужно. И очень спокойно это называется стрела. Это поза называется поза. Это жест называется стрела. То есть я свою энергию держу в себе. Но я ее направляю куда мне нужно. То же самое, как пальцем показывать, между прочим. Палец все-таки это энергетическое точечное воздействие на человека. Чтобы мы это понимали. И так в двух словах жест и энергетика. Не буду рассказывать, как должны быть жесты, какие должны быть наносбой позы, какие должны быть жесты. Это все вы почитаете. Но основной момент. Руки не должны быть возле лица. Вывод. Руки не должны быть возле лица. Желательно левой рукой все-таки меньше манипулировать. Или понимать, что если вы левую руку включаете, кстати, я совершенно спокойно ее включаю, потому что я левша. Это значит, что у меня правое полушарие хорошо контролируют то, что я делаю. Я могу спокойно двумя руками манипулировать. У левшей, кстати, совсем по-другому все. А чтобы вы понимали, 30% людей левшей в этой жизни. Поэтому я левшаю, я совершенно спокойно могу леветь. Я контролирую свои жесты левой рукой. А правую, скорее всего, могу зажать. А вот слева я буду работать. Это уже интересный момент. И когда человек улыбается по мимике, это не значит, что он вам радуется. Видите, смотрится. Ну, какие вы меры, спите. Пошли дальше. Работаем. Жесты и мимика. Завтра поговорим о... в двух моментах. Вы еще не устали? Нет. Кстати, насчет жестов мимики есть потрясающая притча. Спросите, вы уже постакали. Потрясающая притча. Называется притча о жестах. Один христианин пришел к Цензу по-нашему, да, и попросил дать ему во временное пользование небольшой кусок земли, который принадлежал церкви. Этот кусок земли давно заброшен, никем не обрабатывается, сказал христианин. А у меня большая семья, дай мне пользование землю. К Цензу задумался, ну ладно, говорит он, я дам тебе эту землю, но только в одном случае, если ты выиграешь наш спор, какой спор, спросил христианин, испуганно. Мы будем с тобой говорить без слов. Сначала я буду говорить с тобой жестами, а потом ты отвечает мне. Ценз показал крестьянину большой палец. К Цензу недолго думая, показал ему два пальца. Цензу отъявился, надо же подумал, он так мудрый этот крестьянин ответил на мой вопрос. Я же его спросил, Бог один, а он отвечает, что Бог двойственный. Теперь Ценз положил перед ним яблоко. Жизнь это рай, хотел сказать он. Крестьянянин попытался в своей сумке порылся и положил рядом с яблоком луковицу. Но в нем есть и слезы, прочитал Ценз послание. Ты выиграл, воскорбовал К Ценз, забирай землю. Крестьянин пришел домой счастливый. Ну что, прицел, Жан, когда он земля? Да. Я выиграл его в споре, в каком споре у него лежит? Мы говорили с ним не словами, а жестами, объяснил Жаней Крестьянин. Сначала он показал мне один палец, что означало я выкарю тебе глазик. Я не растерялся и показал ему два пальца, а я тебе выкарю два. Тогда он удивился и достал яблоко, что означает это мой завтрак. Я же выложил ему луковицу и говорю это мой. После этого он выиграл и дал мне кусок земли. Отсюда вывыкнул. Каждый считает свои жесты по-своему. Но есть все-таки базовый момент, на который должны, конечно же, обращать. Опять-таки, обратите внимание, крестьяне мыслят по-своему, по своей нищете, да, а более богатый человек мысит по-своему. То-то духовности, а то-то земле и о мире и о жизни. Переходим в третьей части. Переходим в третьей части. Прежде чем мы с вами рассмотрим, рассмотрим, наверное, это мы с вами не будем пока. Итак, я вытру доску. Вы можете себе дописать еще один такой момент о том, что при общении, при немербальном общении, при немербальном помню, мы с вами писали жесты, да? Жесты мимика. Добежите себе, пожалуйста, очень классно. Конечно же работает подвижность человека. Конечно же подвижность. Вы же понимаете, есть подвижность такая, хорошо, что это флейма или меланхолик, который сами по себе спокойный, он медленно подходит, но он и подходит медленно. Или как халерик, если он говорит, я хочу это посмотреть, это нормально. Но когда приходит человек, который начинает всего трусить, нужно понимать, что очень подвижный человек вызывает себе что? Дополнительное внимание. очень большая подвижность, что? Начинает раздражать, если в большом количестве. Поэтому обладая вниманием, да, конечно, нужно быть подвижным, да, конечно, но не постоянно, потому что примут вас в лучшем случае чумным, а в худшем случае скажут фрунзе, сутрии, не заходили? Подвижность работает. Еще один момент, который я хочу на вас акцентировать. Запахи, аромантика. Мы на это мало обращаем внимания, но, к сожалению, в нашем взаимопонимании, в нашем общении, в нашей коммуникации. Это очень важно. Если человек очень агрессивный, активный, обычно на наших аллерике, они любят такие сочные запахи, сладкие запахи, знаете, активные запахи, запахи цветов любят женщины. Особенно такие, знаете, конкретно, когда это было, курары. Там конкретно медуницей пахло, идешь, и ты понимаешь, сейчас он мрышит этого запаха. Смаростей. Вот. Если люди пользуются очень ярко выраженными сладкими духами, им не хватает сладости в жизни. Если горькими духами, значит, тогда вот такой, вот привкус такие горечи есть, классные такие духи. Свежести с горечью, вот это гармоничные люди. Это гармоничные люди, потому что, раз есть горечь, значит, он ценит жизнь. Вот. И он понимает, что окружающие его люди, они спокойнее, вот к свежим горьким запахам, люди относятся спокойнее, к чем ярко-сладким или к восточным. Сейчас очень модно вот эти вот запахи восточные, там, ванили, там, что там еще. Поверьте мне, это удушливые запахи, которые раздражают ваших окружающих. Всегда на первое впечатление, на первую вашу встречу, на взаимоотношения с людьми новыми используйте ароматы более мягкие, более тонкие и более такие гармоничные. Это запах свежего чая, это запах бриза, это вот какие-то свежести запаха, все-таки не натягивайте яркости, потому что асматики, это как раз люди, которые задыхаются от резких запахов. У меня есть женщина, которая удавливается запахом ванили, она только слышит, что у нее сразу идет эффект клинки, у нее идет отечность гортани, поэтому обращайте на это внимание, ароматика уникальна. Вообще почитайте магию запаха варомана. Дорогие женщины, там такое можно творить, хоть там и говорят, там какие-то феромоны, бред собачий. Феромоны это блеск глаз, это улыбка, это очень тонкий запах духовства. Дорогие мужчины, скажите, нравится вам ярко выраженный сладкий запах, такой медуничный? Нет, конечно. Нет, конечно. Он, возможно, нравится в индивидуальные какие-то моменты, интимные, но никак не в городском транспорте, никак не во взаимоотношениях. Поэтому хороший тонкий запах свежести, он работает всегда. Имейте это в виду. Запахи... Дерево кожа, смотри. Дерево кожа, Мужские. Ну, дерево, да, 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 дерево, да. Дерево кожа, ну, совсем мужские запахи. Я понимаю, кожа, ладно так, а сигареты? Хотя говорят, что истинный мужчина должен пахнуть дорогим табаком, дорогим коньяком и... и сигаретами, и дорогими... Да, добавка, ягод, что-то еще. Так, продолжаем дальше. Запахи, помним, да? Следующий очень важный, очень-очень важный момент с моей точки зрения, это же, конечно, акустика. Акустика, как мы говорим? Завтра будем говорить, что мы говорим? А сегодня мы с вами посмотрим, как мы говорим. Либо это ярко, четко выразительно. Вот к вам приходит клиент, и начинает... И, пожалуйста, яснее. Поэтому четкость, ясность, дикция, профессиональный хороший разговор всегда человека дает четкие структуры. Но, опять-таки, завтра о манипуляции поговорим. Тембром голоса, громкостью голоса, паузами, покашливанием можно человека очень неплохо манипулировать. Кстати, покашливание человека говорит о том, что он, возможно, врет. Или некомпетентен. Или совсем некомпетентен и придумывает. Потому что в раке придумывать это не одно и то же. Согласно полной суставе. Пересыхание горла, одна из... Мы будем на стрессах говорить об этом. Пересыхание горла это стрессовая ситуация. Я не знаю, что сказать. Мне страшно и мне необычно. Поэтому, конечно же, четкость, с дикцией речь. Когда мне курина дочеркает, 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 дочеркает. Дочеркает. Это голосом. И так мы работаем с нашими клиентами. Очень неплохо. Опять-таки, момент, чем выше голос. Скидки, я тебе могу уже цвет красоты. Мы начинаем, что у человека теребить. Мы на подсознании не принимаем высоких тембров. Когда начинает пищать, визжать. Мы это воспринимаем как истеричность. Мы принимаем нормальный тембр голоса или низкий. Здравствуйте. Знаете, холодные звонки. Меня зовут Наталья. Я продаю ИЗО. Не хотели бы вы меня его купить? А вы же не знаете, что такое ИЗО, но уже хотите его купить. Это все работа. В Генеральном институте специально учат определенным техниками работы вибрациями голоса. Это потрясающе. Это работает. Но опять-таки, чем ниже голос, тем мы спокойнее, тем мы увереннее, тем вам интереснее, тем вы более внушаемы или внушающие. И чем больше вы ведь жите, тем меньше вас слышат. Кстати, опять великолепная техника. Еще один момент, очень важный момент, смотри, я считаю, это расстояние при общении. Завтра в манипуляциях мы это рассмотрим. Потому что границы общения всегда очень существенны. У каждого человека есть свое поле. Сейчас мы об этом после перерыва переговорим. Есть своя энергетика, есть свое поле, на которое он не впускает посторонних людей. Поэтому при первом контакте с вашим клиентом, который вам приходит, который, в конце концов, заинтересовался вашей продукцией, нельзя сразу лезть на него на голову, лезть на плотное и лезть, что я тебе продам по дешевке, нет проблем. Это не сработает. Всегда есть зоны принятия человеческой, человека и контакта. Есть зоны интимные. Интимная зона, это зона до 40 сантиметров. Зона до 40 сантиметров. Кстати, при Советском Союзе, когда мы ходили танцевать на буги-буги, эта зона называлась комсомольским расстоянием. Да, соприкосновения не было, но контакт уже был энергетический. В интимной зоне обычно контактируют до 40 сантиметров. Это очень плотный контакт. Я не говорю про нашу городскую транспорт, общественную. потому что если вы сейчас в метро и скажете так, это моя интимная зона, никого не впущу, в лучшем случае к нам начнут приставать. В интимную зону мы пускаем родных, близких, доверительных нам людей. Завтра поговорим про границы, которые четко должны определять. Самая лучшая зона это личностная. Это зона где-то от 0,5 до 1,2 метра 20. Эта зона вытянутая руки и чуточку дальше. Великолепная контактная зона впервые с общающимся человеком. Если человек идет прямо сразу на вас, либо принимаете его, но вы на подсознании не хотите этого, не хотите пускать в себе чужого человека. Это нормально. Но когда человек останавливается приблизительно вот так, вам уже с ним контакт, вы уже сможете с ним договариваться, вы уже сможете ему в лицо. Обращайте внимание как он смотрит вам в глаза, или отводит в сторону. Завтра по психологии обманывает о том поговорим. Если человек отводит глаза в сторону, то не значит, что он вас обманывает или он вас боится. Возможно, в конце концов есть визуалы. Мы с вами проходили визуалы в диалоге и институте. Да, мы с вами знаем. Визуалы не смотрят в лицо постоянно. Им нужно там где-то еще в своих мыслях визуализировать картинку, которую потом вам, как вашему оппоненту, представить. Поэтому каркас-контакт метр двадцать, полтора метра выкинуть на руках это идеальный вариант взаимоотношения с вашим оппонентом, с вашим коллегой и так далее. Дальше идет зона социальная. Социальная зона это один и два метра, где-то до трех метров. Социальная зона, почему социальная, социум, я вас не впускаю на свою территорию, я еще называю, это зоной начальник-подчиненный, начальник-подчиненный или зона навыговоров. Знаете, когда все, присаживайтесь. И вы точно понимаете, что вас уже не впустят на свое поле сопричастия, вас уже не впустят доверительность. Вот, социальная зона. Есть люди, которые сразу присаживают, так вот, тогда присаживайтесь, все хорошо. Это значит, что он вас не впускает, он вам не доверяет пока еще. Или наоборот, давай, я тебя любовь, как слушать, класс, давай познакомимся, тём-тём. Это уже совсем другая сторона, этой же медаль. Слишком, слишком близкие взаимоотношения, первые, контактные, да, коммуникации, они работают в минус. И последнее, конечно, это зона публичная. Это лекторская аудитория, это политическая аудитория, да, это партийная аудитория, когда ее социум весь такой вот из себя рассеянный и тому подобное. Обращайте внимание, расстояние при общении существенен. Но, есть одно маленькое но. Сейчас мы работаем, у нас очень много зарубежных импортных компаний. обращаем внимание на разные надстройки. Допустим, европейцы считают, что близкий контакт не должен, он должен быть, например, немцы, но меньше, чем на полтора-два метра не подходят к своему оппоненту. Им неприлично, не принято. а японцы восточные, наоборот, они приходят на полметра чуть ли не впритык с вами, но и говорят полушепотом. Я говорю, что я когда-то готовил эту лекцию, когда-то я читал обалденную книжку, которая рассказывала, как японец с американцем договаривались. Американец от него отходит, а японец к нему подходит. Американец от него отходит, а японец к нему это американская жестикуляция означает что? Окей. А в Японии этот жест означает много денег тебе сейчас дома. Поэтому обращайте на это внимание. Кстати, есть очень много интересной информации о жестикуляции народного мира. Бесспорно, нам на сегодняшний день так бы входим в Евро, в Союзы, и вот нам надо знать, какие страны что воспринимают. Итак, итог. Наше общение связано с коммуникациями, то есть передачей информации и с умением читать человека. Мы знаем немножко о лице и мы немножко знаем о жестах, о мимике, мы немножко знаем о том, что даже никак влияет на наше взаимоотношение. Пока на этом тему я закрываю. По первому, да, как это называется, учимся читать человека. Затем мы ее продолжим немножко дальше, немножко глубже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok